Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главные события дня. За девочку переживал, потому что течение большое и самого уносило. Минусинская школьница упала с дамбы в шлюз на Енисейской протоке. Девочку вытаскивали водолазы больше двух часов. На море ехать не нужно. Вот так выглядит. Какой кошмар! В Красноярске устраняют последствия вчерашнего ливня. Затопленными оказались десятки улиц, автомобили, гаражи и крыши. 5 из 36 директор Красноярского драмтеатра Петр Аникин выиграл в лотерею почти 3 миллиона рублей. Медведь вышел навстречу велосипедисту в Зеленогорске. Ни человек, ни животные не пострадали. Сегодня весь день коммунальщики устраняют последствия ливня, который обрушился на город накануне вечером. Затопленные десятки улиц пострадали автовладельцы. Машины из-за высокого уровня воды глохли прямо на магистралях. По крыше затопило гаражи, на дачах градом побило урожай. Что за катаклизм пережил город и как городские власти собираются бороться с ежегодными потопами, расскажет Виталий Поляков. Град, молнии, ливень и снег встут городке в придачу. Денек вчера выдался что надо. Синоптики говорят, был обычный сильный дождь. За день выпало всего 15 миллиметров осадков, но город поплыл. Выезжать на дороге стало опасно для жизни. На Шумяцкого в огромной луже застряли несколько автомобилей, а Николай Николаевич в это время копался в своем подземном гараже. Вода стала прибывать так быстро, что его чуть не снесло волной. Если бы не Серега, сосед, быть беде. Меня Серега, сосед с гаража, поймал за руку. Так бы я уже сейчас на бодолоке был. А почему бы нет? У нас же был случай, 4 года назад такая хрень была. Нет, он выскочил, вылез. А у меня вчера так же водой было, я только зацепился за бордюру. 60 сантиметров. Да. В этом подземном комплексе около 30 гаражей. Николай Николаевич свой автомобиль летом здесь не ставит, знает, что может быть. В 2017-м случилось то же самое. Владельцы отсудили у мэрии ущерб, просили согласовать им другой подъезд в гаражи, но помощи так и не получили. Администрация попыталась отремонтировать ливневую канализацию, но сделали так, что все затопило. Теперь красноярское колесо Сансары нужно запускать по новой. Утопленные машины в автосервис, пострадавшие в суд, канализацию в ремонт. У Дениса там под водой легковушка, на которую были большие планы. Конечно, серьезно. Переживаю. Собирался съездить отдохнуть и приходится отменять поездку и заниматься этими вопросами. Тонули накануне на Краснодарской, 78-й добровольческой бригады, Водопьянова и других улицах. И машины, и пассажиры автобусов. Ай-яй-яй, ужас. В автобус вода попала, в автобус вода попала. Ничего себе. Ужас. Это ужас, конечно. Это же что же делается такое. Вырыто яма там. И из-за дождя все сравнялось. Дорога с ямой. Блин, он тонет. Здесь машина и вовсе провалилась в коммунальный раскоп. Место ремонта ливневой канализации огородили как попало. Местные говорят, что несколько дней рабочих здесь не видно было. И закапывать яму начали только, когда туда угодил автомобиль. Но непогода ударила не только по дорогам. В этой новостройке, которую возвел Монолит, ручьи добрались до подъезда и квартир. И здесь ремонтники чистили водостойки, убрали там пластиковые бутылки, сказали, что мягкая кровля, там что-то, в общем, как-то напутано. Ну, в общем, типа убрали. Ну и видим, что что-то пошло опять не так. Не повезло и дачникам. На участках град побил урожай и повалил плодовые деревья. Вот капуста. Всю побило. Дырки с палец. А у соседей радетки лежат. Красноярск топит после каждого более-менее сильного дождя. И многие горожане к таким разливам относятся с юмором. На море ехать не нужно. Вот так выглядит. Ах! Какой кошмар! Это новости ТВК, наверное, идут на репортаж. Мэр Сергей Еремин за пять лет так и не решил проблему с ливневой канализацией в Красноярске. Говорит, необходимо как минимум 10 лет. С точными системами оборудовано лишь 20% городских улиц и нужно многое сделать. Это власти говорят каждый год, но дороги продолжают топить. Но у нас еще ничего вот в других городах. Это тема же не нова. Это летом дождь, зимой снег. Вот сейчас я смотрю, там по другим городам, там вообще катастрофы произошли страшные. Особенно там вот на юге, там Краснодарский край, Сочи. Там вообще же страшно, что произошло многое-многих. Видите, погода, как такие капризы нам преподносит. Вчера, ну вот дождь выпал. Я даже не думал, что целиком территорию, всю территорию города накрыло, от вот Семильяновского района разом бабахнуло. В прошлом году мэрия заключила контракт на подготовку новой схемы развития ливневой канализации Красноярска. Подготовить ее должны были к концу 2021-го, но до сих пор результата нет. Подрядчик устраняет замечания. По данным мэрии, может быть, к концу лету, когда нужно будет готовиться к зиме, схему утвердят. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Новости ТВК. В Минусинске более двух часов длилось спасение девочки из Енисея. Школьница гуляла по старой дамбе, поскользнулась, вода затянула ее внутрь шлюза. Девочка успела зацепиться за бетонный выступ внутри дамбы и стала ждать помощи. На место прибыли водолазы, один из них спустился к ребенку, а сотрудники МЧС стали разбирать завалы мусора и бревен, которые мешали спасению. Одновременно, в 15 километрах выше по течению Енисея, были перекрыты пропускные сооружения, чтобы снизить уровень воды в дамбе. В итоге девочку подняли с помощью троса, госпитализация ей не потребовалась. Спустился на шлюз, увидел, что там небольшая воздушная подушка есть, и как бы она, девушка, находится в воде. Как бы, чтобы ее не внесло течением дальше, я принял попытку спуститься под шлюз и умереть к ней. За себя вообще не было страшно, за девочку переживал, потому что как бы течение большое, и самого она сила хорошо. Зная, что девушка могла запаниковать, ей дыхания не хватило проплыть через весь шлюз. В спасении девочки приняли участие 30 человек. Ее мама теперь благодарит всех, кто помог сохранить жизнь дочери. Я хочу сказать большое спасибо всем спасателям, всем пожарным, водолазам, кто помогал моей дочери спастись, кто поддержал ее и не дали случиться беде. Полиция, в свою очередь, проводит проверку по факту нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах. К разбирательству подключилась и прокуратура. Она выясняет, насколько безопасна эта дамба. Есть подозрение, что гидротехническое сооружение эксплуатировали с нарушением закона. Из-за недобросовестных золотодобытчиков реки на юге Красноярского края пожелтели. В прокуратуре рассказали, что загрязнение водоемов заметили на берегу реки Большой Тюхтет и левого притока Омыло в Каратувском районе. Там предприятия добывают рассыпное золото. Специалисты взяли пробы в местах загрязнения и передали их для анализа. В прокуратуре предстоит проверить деятельность золотодобывающих компаний. К слову, новости о загрязнении той или иной реки у нас в регионе появляются регулярно. Так, например, жалобы на загрязнение реки Кувай в Манском районе поступают уже больше двух лет. Сначала местные рассказывали, что реку портит золотодобывающая компания Сепсельмаш. В прошлом году ее оштрафовали и закрыли. Тем не менее, в этом году жалобы не прекратились. На место даже выезжали сотрудники прокуратуры района, Минэкологии и Енисейского управления Росприроднадзора. Они пообещали отобрать пробы воды и осмотреть участок. Но результаты пока неизвестны. Жители улицы Майерчака возмутились новой вырубкой деревьев. Спиливать растения начали сегодня утром в районе корпуса юридического института СФУ. Красноярцы пожаловались на нелогичность действия власти. Совсем недавно вокруг улицы Красной Армии разразился настоящий скандал. Там в рамках благоустройства должны были спилить 30 деревьев. Но этот план подвергся критике со стороны жителей и общественности. В итоге по распоряжению мэра Сергея Еремина спиливать деревья на этом участке прекратили. Однако сегодня рабочих заметили уже на новом участке. В управлении городского хозяйства нам пояснили, что работы начались из-за планового расширения дороги и строительства новой ливневки. Пресс-секретарь департамента Светлана Тружкова рассказала, что изначально в проекте благоустройства планировалось убрать более 100 деревьев. Однако перед началом работ специалисты обследовали каждое растение, нашли способы сохранить более 50 деревьев. Часть из них пересадят, а часть оставят. Некоторые из них будут пересажены, некоторые останутся на своем прежнем месте. Но тем не менее сноса, конечно, не удастся избежать совсем. То есть сносятся те деревья, которые попадают в зону производства работ, в зону расширения дороги. Кроме этого, на улице предусмотрены компенсационные посадки. После завершения всех работ там высадят 77 крупномерных деревьев. Также появятся кусты сирени и спиреи. И живая изгородь из полутора тысяч кустарников кизильника. Помимо этого, в департаменте отметили, что впредь по новому указу мэров проекты строительства и капитального ремонта будут включать обязательные пункты о сохранении зеленых насаждений. Проектировщики должны будут учитывать посадки в своих чертежах, чтобы подобных ситуаций не повторялось. И сейчас к новостям о спецоперации в Украине. В торговом центре украинского города Кременчук произошел взрыв. Все случилось накануне около шести вечера по местному времени. Как заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, в момент взрыва в торговом центре Амстор находилось более тысячи мирных жителей. По данным губернатора Полтавской области, не менее 18 человек погибли. Около 50 пострадали, 36 числятся пропавшими без вести. После взрыва на всей площади торгового центра, это около 10 тысяч квадратных метров, начался пожар. Сейчас пожар уже ликвидирован. Украинская сторона заявила, что удар по Кременчугу был нанесен двумя ракетами, выпущенными из Курской области. Одна из них попала в торговый центр, другая в Кременчугский стадион. Минобороны России же сообщили, что воздушно-космические силы нанесли удар по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасом в районе Кременчугского завода дорожных машин. Ведомство также заявило, что торговый центр Амстор не функционировал, а пожар там произошел из-за детонации хранившихся рядом на заводе боеприпасов западного оружия. В российском представительстве при ООН добавили, что ситуация напоминает провокацию в Буче. Западные лидеры резко отреагировали на трагедию в Кременчуге. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что это показывает глубину жестокости и варварства Москвы. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем телеграм-канале назвал ракетный удар абсолютным ужасом. Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание в связи с трагедией в Кременчуге. Постпредукраины запросил выступление генсека ООН Антонио Гутерриша. В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по торговому центру. Всего, по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля в Украине погиб 4731 мирный житель, еще 5900 получили ранения. В магазинах мебели и товаров для дома Икея распродают остатки товара. Правда, пока купить вещи со скидкой могут только сотрудники. В сети появилось видео с закрытой распродажей. На кадрах люди забегают в магазин в Химках, мчатся к своим целям. Как сообщает телеграм-канал БАЗа, оффлайн распродажа пройдет с 27 июня по 1 июля в Москве и Петербурге. Остатки, в том числе выставочные образцы, продают с 15% скидкой. Попасть в магазин можно только по пропускам. При этом сотрудникам запрещено покупать вещи для перепродажи или скупать товар оптом. Однако на сайтах уже появились объявления с поиском сотрудников Икея для участия в закрытой распродаже. Есть и объявления от якобы сотрудников компании, предлагают помочь с выгодной покупкой. На своем сайте Икея сообщает, что все же устроит распродажу для всех желающих. По некоторым данным она стартует 1 июля, но в онлайн формате. Оффлайн магазины работать уже не будут. Напомню, торговая группа шведского происхождения закрыла свои магазины в России в начале марта, а в середине июня объявила об окончательном уходе из России. Один из мировых лидеров производства автомобильных шин компания «Мишлен» уходит из России. Завод в подмосковном Давыдово до конца года будет передан топ-менеджерам, которые сейчас руководят российским представительством компании. Предприятие по выпуску покрышек простаивает с марта этого года. Производство прекращено из-за несогласия «Мишлен» с военной спецоперацией в Украине. «Возобновить выпуск шин технически невозможно из-за проблем с поставками и общей неопределенности», цитирует представитель компании агентства «Рейтер». Российский завод «Мишлен» до кризиса мог выпускать до 2 миллионов шин в год. Это 1% от мирового производства покрышек. Также сегодня о продаже своего бизнеса в России заявили американские производители бытовой техники «Вирпул», а также финские разработчики лифтов и эскалаторов «Коны». Оппозиционного политика Илью Яшина арестовали на 15 суток. Задержание оппозиционера рассказала журналистка Ирина Баблоян в своем телеграм-канале. Илью Яшина задержали в Москве, когда они с Баблоян гуляли по парку. В разговоре с новой газетой «Европа» девушка сообщила, что полицейские ничего не объясняли Яшину при задержании. По информации адвоката, политика Вадима Прохорова, оппозиционера доставили в отдел полиции «Лужники». Суд арестовал его на 15 суток по административной статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». К слову, недавно в интервью Юрию Дудю, который признан в России иностранным агентом, Яшин говорил о том, что не планирует уезжать из России и готов к любому исходу событий. Вот фрагмент. Вот эта вот ночь, когда я буквально прожил все эти страхи, пропустил их через себя. И я к утру понял, что может так сложиться, что сегодня я буду ночевать не у себя дома, а буду ночевать за решеткой. Возможно, жизнь так сложится, что несколько лет ближайших придется провести за решеткой. Но если уж ты взвалил на себя такую ответственность, значит ты должен быть к этому готов. Илья Яшин – муниципальный депутат Красносельского района Москвы, оппозиционный политик, активный участник митингов и акций протеста. В мае на него составили четыре протокола по административной статье о дискредитации российской армии. Чуть позже политика оштрафовали на 90 тысяч рублей по трём из четырёх протоколов. Далее мы прервемся на короткие анонсы рекламы. Напомню, новости ТВК есть во всех социальных сетях. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Помните, ТВК – не только ТВ. Директор Красноярской школы номер 32 отказалась покидать свой пост после увольнения. Она не подписывает уведомления о расторжении договора и строит планы на будущий год. Технологии и экология. Как попасть на экскурсию на Красноярский алюминиевый завод? Посмотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. В Красноярске стартовал театральный синдром. Ежегодный фестиваль пройдет в нашем городе с 28 июня по 6 июля. В этом году гостями Красноярска станут Московский театр имени Евгения Вахтангова и Новосибирский театр «Красный факел». В программу вошли яркие премьерные спектакли, среди которых «Война и мир», «Крик лангусты», «Сказка о попе» и работники его «Балди». А откроет фестиваль экспериментальная постановка «Дикая утка» от Новосибирского театра «Красный факел» по пьесе Генрика Ипсона. Герои спектакля вынуждены выбирать между иллюзией и реальностью, между правдой и обманом. Сама постановка тоже выходит за свои границы, живет двойной жизнью одновременно и на сцене, и на экране. Зрителей ждет двойное погружение в необычную историю семьи фотографа Мартина Берга, говорит директор театра «Красный факел» Александр Кулябин. Идет фильм, в это же время эти же участники, эти же актеры, но играют, драматические актеры, играют на сцене. Вот это его большая особенность. С чем это связано? Надо, наверное, посмотреть спектакль, можно долго говорить, и соловья баснями не кормят. Поэтому те, кто счастливчики, получили билеты, я знаю, что все уже продано, да, мы будем рады их видеть, и после спектакля можно было бы обсудить. Одно могу сказать, что степень существования, вот, актерская, да, она приближена очень, ну, к такому киношному, очень подробная степень существования актеров. В чем его, наверное, есть преимущество большое. Фестиваль «Театральный синдром» – масштабный проект, организованный фондом Михаила Прохорова в Красноярском крае для поддержки и развития театрального искусства. В этом году главным спектаклем фестиваля станет постановка «Война и мир». Ее покажут четыре раза с 1 по 4 июля. Билеты на этот спектакль раскупили еще в мае за одни сутки. Но в этом году «Театральный синдром» удивит зрителей другими событиями, рассказывает представитель фонда Валентина Тесленкова. Особенностью данного фестиваля еще является то, что у нас есть дополнительная параллельная программа. То, что мы проводим для жителей Красноярска – мастер-классы профессора Щукинского училища по актерской технике для жизни. И второе, то, что такого никогда не было, то, что мы завершаем наш фестиваль выставкой «Вахтанговский век». Это такая, мне кажется, эпохальная выставка данного театра. Она будет работать в Красноярске в течение месяца, чтобы жители города Красноярска, гости города Красноярска могли еще погрузиться в дух, в атмосферу, в театральную атмосферу. Выставку «Вахтанговский век» можно посетить в Красноярском художественном музее имени Сурикова до 31 июля. А мастер-классы будут проводиться в музейном центре «Площадь мира». Подробную программу можно посмотреть на сайте фестиваля театральный синдром.ру. Магниты бурей, тарантул, набелё – самые популярные темы в соцсетях ТВК за эту неделю. Что еще читали, лайкали и комментировали подписчики, расскажет наша интернет-редакция. Итак, слово админу. Всем привет, меня зовут Таня Шункова. И сейчас обзор самого читаемого и обсуждаемого в наших соцсетях. Начну с топа новостей за неделю на сайте ТВК6.ру. Россиян предупредили о мощных магнитных бурях. Могут ли вспышки на Солнце влиять на состояние человека? Эта новость стала самой популярной. Кстати, всплеск уже закончился, поэтому обвинить во всем магнитные бури теперь не получится. Не путать с капустницами. С чем связано нашествие бабочек в Красноярске и как защитить свой огород? Ну, уже все видели этих белых полосатых бабочек? Так вот, это боярышницы. И первый вопрос подписчиков, мол, у нас что, боярышника развелось? Торговая лавка с продукцией из Красноярской колонии появилась на острове Татышев. В ассортименте еда и напитки из ИК-22. Жалко, вот че так и нардов нет, пишут подписчики. Тарантула с детенышами встретил красноярец на озере Белё. И это видео стало самым популярным. Если вы боитесь пауков, вам лучше отойти от экрана. Милаха. Именно так автор назвал паука, который оказался среднерусским тарантулом. Яд такого может вызвать отёк. Что ж, теперь на Белё не ногой. Красноярцев, как и всех россиян, шокировала новость о смерти Юрия Шатунова. Ему было всего 48 лет и причина смерти – обширный инфаркт. Многие вспоминают время ласкового мая и свою молодость. Раньше была хорошая традиция. У кого был магнитофон, ставили его на окно, и музыка играла для всех. Было здорово. А сейчас попробуй. Я тоже слушаю сегодня, но одно и слишком тоскливо. Неприятная такая смерть. Я до сих пор не могу поверить, что его больше нет. Он был самым лучшим, он ни с кем никогда не сравнится. Я обожаю его песни. Очень жалко его. Он такой молодой, всего 48 лет, и так быстро ушёл. Его песни – это легенда. Это моё детство, моя юность. Он был один из нас, детдомовцев. Он был кумиром нашего детства. Мы выросли на его песнях. Мы их пели, когда нам было хорошо или плохо на душе. Да что уж говорить, в любом кафе или в ресторане люди спустя много лет заказывают и ещё будут заказывать его белые розы, седую ночь. Вечная память. Не нужно писать так. Прощай, Юрий. Он легенда для всех нас, особенно для женщин, которые, как и он, родились в этот год. И все мы помним его новое возвращение на сцену. Не хочется верить. Обожаю его песни «Юность, первая любовь, долгожданный концерт». Спасибо за яркие эмоции, Юра. Вечная память. А вот пользователям Яндекс.Дзен зашло видео с мерча в Сочи. Оставлю это видео без комментариев. Просто смотрите. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и других социальных сетях. Вот QR-код, сканируйте, переходите, подписывайтесь и читайте нас там, где удобно. Ведь ТВК – это не только ТВ. Директор Красноярской школы номер 32 отказалась покидать свой пост после увольнения. Она не подписывает уведомления о расторжении договора и, по словам сотрудников школы, строит планы на будущий год. Бывшие учителя школы написали директору открытое письмо. В нем педагоги, которые уволились из школы в период с 2015 по 2022 год, рассказывают, почему они решили уйти. Учителя утверждают, Татьяна Роднева принуждала их работать 7 дней в неделю и быть всегда на связи. Позже стала хамить учителям. А затем, по словам педагогов, в школу пришел новый завуч-новатор. Он ввел новую систему оценки, из-за которой дети получали много плохих оценок. Тогда директор и завуч, по словам педагогов, стали говорить, что учителя не хотят работать. В конце письма педагоги обратились к директору и призвали Родневу, цитата, признать, что испытание властью она не выдержала. Конец цитаты. Татьяна Викторовна, нам безумно жаль, что человек, на которого 10 лет назад многие в школе смотрели с восхищением, за которым пошел весь коллектив, опустился до состояния полной неадекватной оценки как ситуации, так и себя лично. Остановитесь. Уйдите. Найдите в себе силы признать, что испытания властью вы не выдержали. Найдите силы применить все свои многочисленные способности в другой сфере. Вспомните все лучшее в себе и поборите свою зависимость, которая не только вас, любого человека ведет только к одну. И в этом будет ваша сила. Как новостям ТВК рассказали в мэрии, 23 июня Татьяну Родневу официально уволили и назначили исполняющего обязанности. Сама женщина отказалась подписывать уведомления о расторжении договора, и сейчас Роднева находится на больничном. Напомню, о непрофессиональном поведении директора заявили учителя школы номер 32. По словам сотрудников, руководитель не раз оскорбляла коллег, учеников и их родителей, а однажды устроила в школе погром. На поведение директора пожаловались и родители учеников. Они заявили, что порой женщина не появлялась на работе и пропускала уроки. Сама Роднева в разговоре с журналистами заявила, ее коллеги хотят хайпануть на ситуации. В дело вмешалась прокуратура, там организовали проверку по публикациям о конфликте в СМИ. Также в прокуратуру поступило обращение от родителей. Зачеркнул числа на удачу и стал миллионером. Директор Красноярского театра имени Пушкина Петр Аникин выиграл почти 3 миллиона рублей в лотерею 5 из 36. В ней нужно заранее отметить понравившиеся числа, угадав таким образом выигрышную комбинацию. Петр Аникин рассказал, что последние несколько лет регулярно покупает лотерейные билеты. В среднем пару раз в месяц. Счастливый билет обошелся везунчику в 120 рублей и принес выигрыш в 2 миллиона 753 тысячи 964 рубля. Выигрышем мужчина планирует поделиться с детьми и закрыть автокредит, однако для этого нужно подождать. По правилам лотереи деньги победителю отдадут только через полгода. Пока Петр планирует и дальше участвовать в лотереях, но на очередной многомиллионный выигрыш особенно не рассчитывает. Говорит, это дело случая. Отмечу, по словам счастливчика, еще одному красноярцу повезло куда больше. Он выиграл в другую лотерею целых 85 миллионов рублей. Теперь любой красноярец может посетить Красноярский алюминиевый завод и узнать больше о производстве алюминия. Компания «Русал» продолжает летний сезон экскурсий для жителей города. Так сотрудники КРАЗа знакомят красноярцев с технологическими процессами производства алюминия, рассказывают и об экологической составляющей. Что еще можно увидеть на экскурсии и как на нее попасть, расскажем в сюжете далее. По мере остывания и кристаллизации он принимает всем знакомый нам серебристая сена. Превращение расплавленного алюминия в твердый металл по-настоящему эффектное зрелище. Экскурсанты тут же достают телефоны, чтобы заснять процесс. Электролизное производство – первый пункт в программе экскурсии. Тут опытные сотрудники КРАЗа на пальцах объясняют и показывают, как производится алюминий. В шахте находится расплав металла и электролита. Металл, как более плотный, находится внизу, порядка 26-27 сантиметров. Электролит, имеющий меньшую плотность, он находится вверху. После электролизного цеха красноярцев ведут в литейное отделение, где можно увидеть конечный продукт завода – сам алюминий. Но, конечно, больше всего пришедших волнует экологическая составляющая производства. Повышение экологической безопасности алюминиевых заводов – самая важная задача для компании в последние 18 лет. Экологическая модернизация КРАЗа началась по инициативе основателя «Русала» в 2004 году. И сегодня обязательный пункт экскурсии – диспетчерская одной из газоочистных установок. Там тоже стараются все показать наглядно. Таких рукавов на газоочистке 960 штук. Сколько срок службы? Срок службы – 3 года. Через 3 года мы их меняем. Пыль и газовая смесь идет, с внешней стороны накапливается слой, сюда потом подается импульс воздуха, это все очищается. После экскурсии группа еще долго делится эмоциями от увиденного. Технологический процесс не только завораживает, но и восхищает. Труд не из легких. Многие из пришедших не впервые на КРАЗе, но признаются – все поменялось кардинальным образом. В 1981 году в этот город я попала с мужем, и мы пришли на экскурсию. У нас работал родственник. И, конечно, отличия колоссальные. Когда все было открыто, мы ходили по этим же цехам, и никаких мер безопасности. И все это видели в производстве. И сейчас, конечно же, это махина, это громадина. Даже передать словами – это очень тяжело. Это надо самому прийти и побыть, и ощутить эту обстановку. Экскурсии на КРАЗе проводятся систематически. По словам представителей компании, они помогают красноярцам не только увидеть производство изнутри, но и задать свои вопросы. Каждое лето мы открываем сезон промышленных экскурсий, приглашаем разные категории красноярцев посмотреть на производственный процесс, задать все вопросы, которые есть по поводу экологического контроля. Программа экскурсий для красноярцев, для неподготовленной публики, она как раз сформулирована простым языком. Наши специалисты, которые рассказывают о производственном цикле на всех местах, объясняют промышленное на простом русском. Записаться на экскурсию, пройтись по цехам производства вместе с сотрудниками КРАЗа может каждый желающий. Вся информация есть в соцсетях и на сайте компании. Елена Армаз, Владимир Антонов, Новости ТВК. Красноярские начали закрывать кальянные в домах из-за жалоб жильцов. А красноярские врачи и учителя больше всех работают сверхурочно. Подробности в рубрике «Новости коротко». В Красноярске начали закрывать кальянные в домах из-за жалоб жильцов. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. По его словам, за последнее время поступило много обращений от жителей домов, в которых на первом этаже находятся кальянные. Они жалуются на табачный дым, проникающий к ним в квартиры. Роспотребнадзор подготовил четыре иска с требованиями запретить работу четырех кальянных Красноярска, а также запретить собственнику помещений сдавать их в аренду. Пока суд удовлетворил два иска. Кальянные закроют в жилых домах по адресам улица Чкалова, 39А и улица Сопочная, 36. В Ленинском районе приступили ко второму этапу благоустройства променада вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». В этом году работы идут на участки от сквера перед ДК им. 1 мая до улицы Малаховской. Там появится новая брусчатка, уличное освещение, а также лавочки и скамейки. В мэрии рассказали, что больше половины из списка основных работ уже выполнено. Променад должен войти в единое пешеходное пространство Ленинского района, в который войдут сквер перед ДК им. 1 мая и набережная Несея за Майпарком. Красноярские врачи и учителя больше всех работают сверхурочно. Опрос среди горожан провел сервис «Суперджоб». Так, по их данным, сверхурочная работа у медицинских сестер и учителей в среднем в два раза дольше, чем предполагает их трудовой договор. На втором месте врачи и менеджеры по логистике. На третьем – юристы. В список тех, кто чаще всего сталкивается с переработками, также вошли водители, воспитатели и администраторы. Всего же сверх нормы работают больше половины красноярцев. Длительность рабочего дня с переработками в среднем на 28% дольше положенного. Например, стандартный 9-часовой день растягивается почти до 12 часов. Чрезвычайная ситуация в Якутии из-за лесных пожаров. Почему часть возгораний тушить не будут? Зеленогорский велосипедист столкнулся один на один с медведем. Хищник оказался сытым и мирным. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Огонь настиг Якутию из-за лесных пожаров. Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики. Указ об этом подписал губернатор Айсен Николаев. Как рассказал Николаев в своем телеграм-канале, за последние сутки в лесах Якутии появилось 34 лесных пожара. Их общее число достигло 60. Также, по данным авиалесоохраны, в регионе с начала года до 23 июня появилось 131 возгорание. Их общая площадь составляет почти 50 тысяч гектаров. Высокий класс опасности установлен на территории 10 районов республики, а также в Якутске. При этом часть пожаров в Якутии тушить не будут. Речь идет о площади почти в 6 тысяч гектаров леса. Подобное решение приняли и в отношении Красноярского края. У нас тушить не будут 5,5 тысяч гектаров на территориях Эвенкийского, Усинского и Таруханского лесничеств. Несмотря на то, что в начале июня Красноярскому краю выделили дополнительные 200 миллионов рублей на борьбу с огнем. Власти решили не тушить пожары на удаленных территориях из-за экономической нецелесообразности. Взеленогорский велосипедист встретил медведя лесного хищника. Он снял на видео. Косолапый вышел на дорогу возле насосной фильтровальной станции. Зеленогорец даже попытался спросить у медведя, куда он направляется. Но Мишка развернулся и ушел в лес. Жители Зеленогорска рассказали, что возле насосно-фильтровальной станции часто гуляют люди, катаются дети. Дорога популярна из-за пляжа, который находится за НФС. В центре гражданской обороны ИЧС жителям рекомендуют при встрече с медведем не паниковать. Если есть возможность поднять над собой рюкзак, так вы покажете медведю, что вы выше, чем он. Также нужно издавать громкие звуки, стучать камнями, возможно, петь и кричать на медведя. Но ни в коем случае не смотреть ему в глаза, потому что это вызовет агрессию у хищника и спровоцирует его на дальнейшую атаку. Основные работы по реконструкции Красноярского аэропорта планируют завершить до конца года. В проект уже инвестировали 2 миллиарда 300 миллионов рублей. В планах еще почти 6 миллиардов. Откуда деньги, почему краевые депутаты уверены, что инвестиции окупятся? Расскажем в сюжете далее. Когда динамика продаж хорошая, то здесь может цена до 5-5,5 тысяч. 5,5 тысяч за ночь в аэроотеле 4 звезды с видом на взлетно-посадочную полосу. В Красноярском аэропорту рассказывают, спрос есть. Да и в целом заявляют, поток пассажиров сейчас даже выше прошлогодних значений. И с новыми объемами аэропорту старой проектировки не справиться. В прошлом году здесь построили новую магистрально-рулежную дорожку. Она вдвое увеличила пропускную способность аэропорта. На очереди реконструкция перона. Он ровесник аэропорта 80-го года постройки. Под замену идет 109 тысяч квадратных метров бетонного покрытия. Конечно, эксплуатационный срок перона, бетона уже давным-давно себя исчерпал. То есть он шелушился, он трескался и так далее. То есть он не соответствует нормативным требованиям, которые должны отвечать пероны для воздушных судов. У всех воздушных судов, вы обратили внимание, низкорасположенные двигатели. И любой камень может вывести из строя воздушное судно во время руления, либо во время запуска. То есть это необходимая мера для безопасности полетов. Это как раз вот тот ответ простому обывателю, зачем выделять деньги, что там с пероном и так далее, так далее. В проект реконструкции воздушной гавани уже инвестировали 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это средства краевого бюджета. Соответственно, с этих объектов мы получим налог на прибыль НДС, который окупит как раз вложения. И вот эти рефинансирования закроются. И нам не нужно будет восстанавливать и оплачивать федеральный бюджет наши долги. На второй этап реконструкции планы еще более амбициозные. Объем более 250 тысяч квадратных метров. Затраты почти 6 миллиардов рублей. Перспективы развития Красноярского аэропорта сегодня обсуждали на выездном заседании Комитета по экономике и налоговой политике законодательного собрания края. Председатель комитета Егор Васильев уверен, у нашего региона в новых условиях большое авиационное будущее. На самом деле Красноярск, аэропорт Красноярск это сейчас такая якорь, отправная точка, которая уже эффективно развивается, но вокруг которой должна быть инфраструктура. И промышленная, и транспортная, и автомобильная, и железнодорожная, и логистическая. Мы понимаем, что Красноярский край сейчас становится центром России не только географическим, но и транспортным. Мне кажется, что очень большое будущее у нас, тем более, что последние события нам дают еще и на некоторые перспективы больше, даже чем они были в начале года. Завершить основные строительные работы на прилегающей к аэропорту территории планируют уже в этом году. И следующий этап – дальнейшее развитие инфраструктуры уже вокруг аэропорта. Светлана Чернушевич, Сергей Токарев, Новости ТВК. Лето – это не только море, солнце, пляж, но и угрозы, которые подстерегают нас на отдыхе. Сегодня в рубрике «Вопросы доктору» поговорим о различного рода ожогах и аллергических реакциях. Что делать при укусе осы или пчелы? Как лечить ожоги от растений? И что предпринять, если на море ужалила медуза? На эти вопросы ответит врач Владимир Хиновкер. Здравствуйте. Это «Вопросы доктору». Я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Лето – пора отдыха. На нас все нападают. И крапива, и медузы. Что делать? Из-за укуса насекомого случилась аллергическая реакция. Что делать? Тут нужно отличать действительно аллергическую реакцию насекомого. Или просто сильное воспаление в месте укуса, что совершенно нормально, если особенно вас укусила пчела или оса. Если у вас аллергия, то при укусах как раз не помогают антигистамины, помогает только укол адреналина внутримышечный. Если человек знает, что у него аллергия, анофилоксия на укусы пчел, нужно в кармане носить шприц и ампулу адреналина. Желательно ту, которая не хранится в холодильнике. Адреналин бывает разный. За границей, как мы уже говорили, есть специальные инъекторы. Такие шприцы, как с инсулином, только с адреналином. Для людей, расположенных к анофилоксии. У нас такие не продаются, к сожалению, в России. Вообще нужно прикладывать холод, чтобы снять отек и снять покраснение. И, в общем, на этом все. Ну, если вас просто укусила пчела или оса, и на месте укус у вас возник волдырь, и это место укуса – это ни лицо, ни горло, ни язык, не дай бог. А так иногда бывает, когда нечаянно оса залетает в рот и кусает, особенно детей. Они там кушают варенье, например, на улице, и нечаянно напугали насекомое в полости рта, оно укусило в язык. В этом случае может быть действительно прямая угроза для жизни. Распухший язык может прям вот перекрыть дыхательное горло. Надо срочно прям лететь в больницу, срочно вызывать скорую или самим быстро-быстро ехать. Если у вас аллергия на укусы насекомых, вы знаете, что у вас избыточная реакция, тогда только уколы адреналина. Если это просто вас укусила пчела куда-то в руку, в ногу или в спину, ну, что делать? Терпите. В конце концов, лето у нас не длинное, не так уж много нас кусают пчелы. Многим это даже нравится, ведь лечат пчелными укусами. Так и называется апитерапия. Как лечить ожоги от растений? Крапива, борщевик, вот контакт с этими растениями может вызывать покраснение, раздражение. Это такая раздвижность контактных герматитов. Это как бы не ожоги в прямом смысле этого слова. Действительно, их сок вызывает сильное раздражение, сильное воспаление. Первое, нужно смыть с кожи водой все, что попало, сок этих растений на части тела, на открытое. Во-вторых, можно принять обезболивающее, если очень сильно болит и очень большая часть поражена. Можно мазать какими-то мазями, в том числе и гормональными, которые быстро снимут воспаление и облегчат симптомы. Универсальный рецепт прикладывать холод работает и здесь тоже. Что делать, если на море ужалила медуза? По этому вопросу специально консультировался у наших израильских коллег. Для них это прям целая история. Там вот Красное Средиземное море, действительно, огромное количество медуз, они часто жалят. И, в общем говоря, были серьезные исследования, потому что люди придумывали всякие разные способы, как бы уменьшить следы от ожога медузы. Там у них есть такие специальные стрекательные клетки, которые, собственно, и своим содержимым вызывают контактный драматит, такой вот ожог, как крапива, и только сильнее. Пробовали и мочиться на это место, и вроде как грешит и помогает. Пробовали уксусом протирать. В общем, что только не пробовали, на самом деле все это бесполезно. Теперь точно доказано, что ничего это не помогает. Единственный эффективный способ – это промыть место ожога соленой морской водой. Той водой, в которой эта медуза живет. Если будете промывать пресной водой, то вот эти стрекательные клетки из-за разницы астматических давлений пресной соленой воды сильнее разрушатся и может усилиться симптомы, может больше попасть этих вот вредных веществ. Соленой водой нужно смыть, и дальше все то же самое, что и с крапивой. Можно принимать обезболивающее внутрь, нестероидное и противовоспалительное. Там ибупрофен самый простой, например. Можно прикладывать холод для того, чтобы уменьшить зуд и жжение. Можно мазать гормональными мазями для уменьшения воспаления. Если для вас это проблема, возьмите с собой эту мазь на море, потому что за границей вы ее купить не сможете в аптеке. Свои вопросы доктору Хиновкеру вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, ТВК не только ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!